Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заводших о благе умертых, разбивая молнии», мы сегодня будем говорить на, в общем, тему для нас не характерную, так это нам Психфармач, это вот наш гуру учитель сказал. Но, тем не менее, мы решили пойти наперекор на Психфармачу и выступить в защиту фарматофетической компании «Озон» из Тольятти. Ну, кто-то скажет, что дроби же вы подкупили, это не так абсолютно, дослушайте просто этот ролик до конца. Более того, этот ролик очень будет вам полезен, если вы, например, хотите защитить свою печень, если вы хотите больше узнать о том, какие препараты продаются на нашем рынке, так что я думаю, это очень и очень полезное будет времяпрепровождение. Итак, что такое компания «Озон»? Это отечественная фармацевтическая компания. Обратите, пожалуйста, внимание, что эта компания, она, это не «Озон», который через «З», да, который там занимается продажей, там, доставкой различных товаров, нет. Это фармацевтическая компания. Ну, и обратите внимание, вот по поводу этой компании все время ломаются копии в интернете, идет дискуссия. В качестве примера привожу одно мнение за эту компанию. Моя мама лет, там, с восьмого года пьет лекарства от давления этого завода. Если бы не помогала, наверное, бы перешла на другие фирмы. Ей сейчас 84 года. Зачем заводу выпускать пустышки, портить свою репутацию? Просто некоторые люди любят покупать бренды. О чем идет, собственно говоря, речь? Что за дискуссия? Дело в том, что это отечественная дженериковая компания. Вот есть препараты-бренды. Фармацевтическая компания разрабатывает совершенно новые лекарства. Выпускает это лекарство на рынок, в медицинскую практику. Это лекарство используется определенное количество лет. И поскольку фармацевтической компании нужно отдать деньги за то, что, я имею в виду, общество должно отдать деньги за то, что она разработала новый, хороший, предположим, препарат, то этот препарат защищается так называемой патентной защитой. То есть на определенное количество времени, лет 10-15 в разных странах по-разному, никто не может этот препарат скопировать. То есть делать дженерики, делать копии этого препарата. Когда патентная защита прекращается, она должна прекратиться. Потому что, сами понимаете, ведь не может фармацевтическая компания, когда она уже много-много лет, паразитировать просто на одном препарате. Соответственно, конечно, дают возможность и другим тоже на этом препарате подзаработать. И вот в ход идут так называемые дженериковые компании. Эти компании готовят копии этого самого препарата. Ну и вот тут действительно очень у многих людей до сих пор существует такое мнение, что бренд это очень хорошая штука и лучше, чем дженерики. Почему? Ну потому что брендовые препараты, они просто производятся как бы в тех условиях аутентичных, где препарат разрабатывался, производится на одном и том же фармацевтическом предприятии. На самом деле это все не так. В течение лет, когда заканчивается патентная защита, любая фармацевтическая компания, она хочет заработать. И, конечно, она не будет, понятно, не устоит перед тем, чтобы перебросить производство своего завода, так называемый аутсорсинг, производство фармацевтической субстанции, отдать на какое-нибудь другое предприятие, чаще всего индийское или даже китайское. Именно там производится подавляющая часть фармацевтических субстанций. Так что вы, пожалуйста, не думайте, что если препарат брендовый, то это на самом деле все равно гарантия качества. Это на самом деле не так. Теперь что касается дженериков. Вот здесь по поводу дженериков все время существуют, ходят какие-то подозрения. Мы уже их касались. Но самое главное подозрение, что просто не докладывают, тигру не докладывают мясо. То есть, грубо говоря, идет недовложение. Вот фармацевтическая субстанция просто не вкладывает достаточное количество в таблетки, надо сказать, что у нас есть лаборатория Росздравнадзора. И каждый человек в нашей стране может взять таблетку, пойти в эту лабораторию Росздравнадзора и посмотреть, сколько там активного вещества. Почему-то люди это не делают. Но на самом деле это возможно абсолютно для любого человека. Ну и, конечно же, вот существует другое мнение насчет компании Озон. Во-первых, дженериковой компании, как я уже сказал, что они не докладывают в свои таблетки, не докладывают фармацевтической субстанции. То есть, еще раз, таблетка состоит из фармацевтической субстанции. Это то, что действует. Ну и различные дополнительные вещества, про которые мы тоже вам много раз рассказывали. Так вот, не докладывают этой самой фармацевтической субстанции. Ну и некоторые пишут, что это вообще-то, собственно говоря, мел. Теперь давайте мы с вами, почему я решил выступить в защиту озона, рассмотрим вот такой случай. То есть я не хочу защищать озон вообще, но в конкретном случае я хочу защитить озон. А что за конкретный случай? Обратите внимание, вот есть препарат брендовый, который называется Вальдоксан. Международное непатентованное название Агмелатин. Вот когда вы пользуетесь, например, поисковиком, который называется Ютек, где можно искать различные препараты, вот я там вывел, вот кружочек в кружочке, там средняя так называемая цена. Очень многие ориентируются, вот цена крупная, это так называемая цена минимальная, не стоит на это реагировать. Реагируйте на среднюю цену. Итак, средняя цена 1631 рубль, и есть отечественный озоновский препарат Агамелатин, который стоит дешевле, ну то есть 400 рублей. Сейчас многие, конечно, будут там говорить, что это всё тьфу, но это не тьфу, 400 рублей, это довольно серьёзная сумма. Так вот, почему я считаю, что в этой ситуации, обратите, пожалуйста, внимание, Агамелатин озоновский, там из Тольятти, он гораздо лучше, чем Агамелатин, имеется в виду Вальдоксан, да, то есть препарат фирмы Сервье, французский препарат, который, по-моему, до сих пор, если я не ошибаюсь, производится во Франции. Вот это, конечно, не только цена, но есть и определённые соображения. Вот этими соображениями я хочу с вами поделиться. Первое. Во-первых, это абсолютно особый препарат, и мы об этом много раз рассказывали. Значит, этот препарат, в себе у него, ну как бы, два основных механизма действия содержатся. Он повышает мелатониновую активность, действуя на мелатониновые рецепторы первого и второго типа. Он просто их активизирует, это так называемый агонист рецепторов, и повышает активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов за счёт воздействия антагонизма блокады серотониновых 2С рецепторов. Теперь давайте мы с вами, собственно говоря, посмотрим, в чём особенности этого препарата. Во-первых, этот препарат нельзя использовать при лечении тревожных расстройств. Потому что при лечении тревожных расстройств требуются препараты, которые действуют на две системы основные тормозящие. Это серотониновую и гамкаргическую. Более того, если назначать вальдоксан, агамелатин таким пациентам, то, конечно, у них и так будет повышаться там уровень норадреналина и дофамина. Что, конечно, в общем, для тревожных расстройств не характерно. Вот я, собственно говоря, это и проиллюстрировал вот этим самым слайдом. То есть, селективный ингибитор обратного захвата серотонина подходит, вальдоксан для лечения тревоги не подходит. Нет механизма действия. Кто-то скажет, ну хорошо, повышается активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Это прекрасно. Может быть, это можно использовать для лечения депрессии. Ведь депрессия – это трёхглавый дракон, да, падение активности серотониновых, норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Всё это, конечно, так, но мы уже много раз рассказывали, есть такой антипсихотик, респиридон нейролептик. Вот он в 8,5 раз более эффективный антагонист серотониновых рецепторов типа 2С. То есть он повышает активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов в мезокартигральной системе в 8-9 раз более эффективный, чем вальдоксан. Ведь никто антипсихотик, респиридон вообще не считает антидепрессантом. Пожалуйста, вы прочитайте инструкцию по этому поводу. Ну и последний механизм действия – это повышение активности мелатониновых рецепторов первого-второго типа. Организм к этим рецепторам – это вообще никак не применимо к депрессии или к тревожным расстройствам. То есть это, в общем-то, препарат, который мы называем антидепрессантом. Но антидепрессантом только по названию, который лишён каких-либо полезных свойств. То есть его нельзя использовать ни при лечении депрессии, ни при лечении тревоги, ни при лечении абсцессии. Но дело даже ещё и не в этом. Этот препарат, много раз рассказывали, препарат плохо действует на печень. Ну вот мы всегда показываем такую картинку. Кстати, у нас есть плейлист, который так и называется «Легкарстая печень». Пожалуйста, заходите туда, там всё это есть. А что эта картинка обозначает? Ну, по большей части, вот по большей части я это гарантирую, психотропные препараты безопасны в отношении печени. То есть принимает человек, и у него всё в порядке. Бывает такая ситуация, когда у него начинают повышаться печёночные ферменты. Причём очень многие люди этого пугаются. Что за печёночные ферменты? АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза. Ну, ещё бывает общий билирубин тоже повышается. И, конечно же, очень многие люди этого пугаются. Говорят, ой, страшная вещь. Поражена печень. На самом деле имеет значение, насколько у вас повысился уровень этих самых веществ, этих ферментов. И если он действительно более чем в три раза обычно считают, то это, конечно, не очень хорошо. И надо, в общем, по этому поводу бить тревогу и идти к врачу. Но это не значит, что у вас на следующий день отвалится печень. Вот если не обращать на это внимание, то это может, это не обязательно, но может быть, что у вас развивётся гепатит. То есть лекарственный гепатит, лекарственное поражение печени. Если вы и дальше не будете обращать на это внимание, то может возникнуть острая печёночная недостаточность, синдром исчезновения желчных протоков. Это очень тяжёлое поражение печени. И, в общем, они требуют не просто лечения в стационаре, а, в общем, даже в реанимации. Ну и, наконец, может наступить даже и смерть. Так вот, мы рассказывали уже по поводу агамелатином, что приблизительно через 6 недель приёма, обратите внимание, год приёма, то есть очень большие цифры, может возникнуть у человека гепатит. Гепатит может возникнуть острая печёночная недостаточность и фиксировались в случае смерти. Так что, действительно, этот препарат гепатотоксичный. Его токсичность, вот это наша классификация классов, гепатотоксичность для психотропных препаратов, очень удобная. Класс А – это худший. Токсичность подтверждена. Есть достоверное сообщение о смертельных исходах. И всем больным нужно делать анализы. Насколько это всё сложно, вы, пожалуйста, почитайте инструкцию. Вот в инструкции подробно рассказывается о том, как и что надо делать, чтобы не попасть в такую ситуацию. Вот если вы это будете делать, вот это слайд из инструкции, и эта инструкция, и эта инструкция, и даже эта инструкция, вот там всё подробно сказано, что надо делать, чтобы у вас не возник лекарственный гепатит, не возникла острая печёночная недостаточность, чтобы у вас не возникла смерть, и чтобы вам не нужно было пересаживать печень. Ну, беда, конечно, состоит в том, что никто инструкцию не читает. У нас инструкцию не выполняет, врачи вообще анализов не назначают, они думают, что всё это хихонькие хаклики. Конечно, это всё не так. Ещё раз говорю, выполняем инструкцию, в общем, это всё гарантия, что у вас с печенью всё будет в порядке. Теперь давайте вернёмся к компании Озон и к их препарату под названием Агамелатин. Давайте рассмотрим ситуацию, о которой мы сейчас с вами рассудим, и о которой мы вам рассказали. Первое. Значит, препарат Агамелатин не может оказать никакого терапевтического эффекта. То есть, он фактически бесполезен, поэтому выбрасывайте вы 1600 рублей на лечение, или выбрасывайте 1200, это бесполезно. Всё равно он вам не поможет. Иное совершенно дело. Давайте представим себе, что вот те люди, которые обвиняют Озон в Массютиклс, что фармацевтикл, не помню, как она называется, в общем, эту самую компанию Озон фармацевтическую, что вот добавили туда это самое, там только один мел, никакого фармацевтической субстанции нет, и, в общем, собственно говоря, и не действует по этому препарату, то в этом-то случае это даже хорошо. То есть, ещё раз, препарат не оказывает терапевтического эффекта, препарат может только поразить вашу печень. Ещё раз говорю, не знаю, что у всех. Но если в этом препарате, в этой таблетке будет мел, то может ли мел повредить вашей печени? Абсолютно точно, что мел никак не может повредить вашей печени. Так что, соответственно, если вы будете всё-таки принимать Агамелатин, я вас очень прошу, выбирайте, пожалуйста, Агамелатин компании Озон, который стоит дешевле, значит, и есть шанс, что там действительно находится мел, а никакая не фармацевтическая субстанция. Так что, для чего это вам всё рассказано? Ну, мало того, что безопасность превыше всего, но всё-таки в данной ситуации, я подчёркиваю, вот именно в данной ситуации, я должен выступить на стороне компании Озон, потому что, ещё раз говорю, препарат не действует, и эффективность у него никакой терапевтической, препарат может оказывать побочные эффекты. И обратите, пожалуйста, внимание, если там действительно не мел, а действующее вещество, и они докладывают нормальное количество, то он просто будет поражать печень с той же самой частотой, что и вальдоксан. А если там будет мел, в чём обвиняют компанию Озон, в этой ситуации поражения печени не будет. Так что, я должен прийти к заключению, как мне ни странно, и как вот психфармач нам говорил, не поймут, я должен прийти к заключению, что в данном случае лекарство компании Озон гораздо лучше, чем лекарство компании Сервей. Как всегда, в конце ролика, пожалуйста, коменты, лайки, подписка. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!